МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крымские энергетики с 3 декабря отключили систему передачи информации с полуострова диспетчером Укренерго. Об этом сообщил советник украинского премьера, экс-руководителя этой компании Константин Ущаповский. Сообщает Интерфакс Украина. К сожалению, сейчас у нас нет объективной информации относительно состояния энергосистемы на полуострове. Крымские энергетики в среду выключили всю систему телеинформации, которая передавала данные диспетчерам Укренерго. Также он добавил, что через энергомост, который 2 декабря открывал Владимир Путин, сейчас передаётся около сотни мегаватт. При суточной потребности Крыма в 1200 мегаватт. Напомним, принять значительные мощности АТРФ и распределить их по Крыму можно только после сооружения дорогостоящей инфраструктуры. Её Россия собирается строить до 2018 года. Обращаю внимание ещё раз на то, что много нового оборудования задействовано. И нужно, если это будет сбой, не нервничать спокойно, ритмично, наводить порядок, всё приводить в нормативное состояние. Но желательно это делать быстро, так, чтобы люди чувствовали изменения к лучшему. За несколько часов до пробного пуска энергомоста в Керчи люди перекрыли одно из заживлённых улиц города. Пять суток, 19 многоквартирных домов и частный сектор были совсем без электричества. Затем стали включать свет всего по два часа в сутки. И то ночью, сообщает издание Керчи ФМ. Часть этих домов не подключена и к газу. Люди даже себе не могут погреть чай. Подо мной живёт вдова ветерана войны, она себе кружку чая греет на свечке. Это ненормальная ситуация. Когда мы обращались к начальству, нам сказали, люди нам не важны. Нам важна железная дорога. Зачем глава страны-агрессора приезжал лично делать пробный пуск, объяснил заместитель начальника Центра исследования России Александр Самарский. Всё это делается для личного рейтинга. Даже если с мостом будут проблемы, то виноваты окажутся нерадивые работники, считает он. Также показная заинтересованность в решении этой проблемы должна создать для крымчан видимость того, что глава России волнуется и старается решить все вопросы. Не будем забывать старое и известное. Царь-батюшка хороший, а бояре у него плохие. Вот эта схема абсолютно чётко работает и будет срабатывать в Крыму. Первый, кто окажется виноват, это будет не Путин. Путин сделал всё, Путин нам дал, Путин вот. А вот местные разокрали, коррупцию не то завезли, не подключили и так далее, и так далее, и так далее. После помпезного подключения силового кабеля изменения заметили в Керчи, Феодосии, Нижнегорском и Якировском районах, частично в Симферополе. В Ялте без изменений отмечают местные жители. То же самое и в Севастополе. Там оккупационные власти сформировали заявку в правительство РФ на получение дополнительных источников питания. График остаётся прежним. Севастополь выделена для потребления не более 85 мегаватт. Сколько будет добавлено в ближайшее время в связи с запуском энергомоста, пока неизвестно. Пока в Крым угадают, чем помог энергомост полуострову и появились ли положительные сдвиги в подаче электроэнергии для граждан, Евпаторийцы продолжают сидеть без света. В городе без изменений электричества бывает по 3-4 часа в сутки, в основном ночью. Два-три часа дадут света, потом по 8-9 часов нет света. Единственное, что переживаешь за холодильники, за вот это всё. Ну и вечером не знаешь, куда себе девать. Основная жалоба Евпаторийцев – отсутствие графиков подачи электроэнергии. Точнее, они-то есть, но вот их исполнение оставляет желать лучшего. Да ужас один. Не, ну почему ужас? Надо обрить положительно. А как? Ну тебе хорошо без света? Мне, например, очень плохо без света. Ребёнок, не занимаешься, не играет. Холодно, отопление, газовый котёл, свет нужен. Сидим в холоде, мёрзнем, всё, не постирать ничего. Ну, несколько дней давали свет вообще полчаса. Графика никакого, никакого. Хаос полнейший. Когда захотят, тогда включат. Графики есть, в общем, свет, конечно, дают. Когда, никогда, но терпим, терпим, чтобы всё было хорошо. Да и всё. Тихо, спокойно, чтобы нас никто не обижал, и мы никого не видим. Кушать есть что, приготовить есть что. Главное, что это, где вот нету плиты электрические, так вот, те люди жалкоют их, что редко впадает им электроэнергия. Те, у кого маленькие дети признают жизнь в отключённом от электроэнергии Крыму, стало намного труднее. Купить однокиловаттный генератор молодым семьям не по карману, да и проку от него мало. Каминные нагреватели воды он не потянет, только освещение в квартире. И стоит этот источник света в Евпатории от 16 тысяч рублей. В том, что крымчане сидят в тёмных квартирах, люди пытаются искать свои плюсы. Тяжело живётся без света. Свечки, фонарик. Играем в конструктор, домино. Ужин при свечах. Так что, есть свои плюсы. Не проводим время в интернете, проводим время с семьёй. Так называемая администрация Евпатории будет просить у оккупационного совмена увеличить лимиты по электроэнергии для города, поскольку пока из заявленных 24 мегаватт поступает всего 17 мегаватт. При этом в соцсетях разгорается скандал по поводу того, что оккупационный глава администрации Андрей Филонов работает днём в своём кабинете при включенном свете. Как сообщает издание «Аргументы недели Крым», пресс-служба Филонова разместила в интернете фото, на которых видно включённое освещение кабинета совещаний при дневном свете в окне. Реакция возмущённых горожан в соцсетях не заставила себя долго ждать. Люди пишут, цитирую, «Да уж, город-администрация экономит только на простых горожанах и ни в коем случае не на себе любимых. За окном белый день, а в кабинетах новогодняя иллюминация». Конец цитаты. Крымско-татарские правозащитники и активисты совместно с общественными организациями инициируют воссоздание Автономной Республики Крым в новом статусе – Крымско-татарской национально-территориальной автономии как неотъемлемой части Украины. Соответствующий меморандум о восстановлении права субъектности крымско-татарского народа они обнародовали в Киеве. Общественники называют его стратегическим документом, которым они намерены руководствоваться, добиваясь от украинских властей, и принятие решения о создании национальной автономии на полуострове. «Мы, граждане Украины, представители громадских организаций и правозащитники, усведомляя важность объединения усилий по звольнению и реинтеграции крымского полуострова, подписали данный меморандум с метою вызволения нашей батьковщины от оккупантов и оттворения Автономной Республики Крым как национально-территориальной, тобто Крымско-татарской Автономной Республики Крым в складе единої незалежної демократичной України». Присоединиться к меморандуму его инициаторы приглашают всех желающих. Крымско-татарские активисты уверены, создание национальной автономии в Крыму позволит ускорить возвращение полуострова под контроль Украины. «В вопросе восстановления территориальной целостности Украины мы предлагаем использовать механизм правосубъектности коренного народа Крыма, крымских татар. Именно восстановление правосубъектности крымско-татарского народа, который в настоящем подвержен политике этноцида, позволит усилить международное давление на Российскую Федерацию в части освобождения временно оккупированной территории Крыма». Инициатива о создании крымско-татарской национальной автономии в Крыму, напомним, обсуждается уже не первый год. Однако пока общественности так и не было представлено комплексного документа, который бы разъяснял, на каких принципах она будет базироваться и какие последствия будет иметь для жителей полуострова и материковой Украины. У авторов меморандума такого документа тоже нет. Обещают разработать и обнародовать в ближайшее время. Пока же о будущей национальной автономии говорят как о гарантии развития крымско-татарского народа, которую они не получили за все годы, прошедшие с момента возвращения на родину из мест депортации. «Это в первую очередь дает право крымским татарам иметь свое представительство в органах власти и дает им право изучать свою культуру и восстановить язык. Тем более язык крымских татар на сегодняшний день находится в списках Венеска как исчезающий язык и поставить на одинаковый уровень со всеми народами, проживающими на территории Украины». Идея создания в Крыму крымско-татарской национально-территориальной автономии пока остается на уровне гражданских инициатив. Общественники же хотят вывести эту дискуссию на уровень государственных институтов, чтобы впоследствии выработать единое решение и стратегию по реализации идеи. «Отсутствие практически обсуждения на государственном уровне этого вопроса, чрезвычайно важного, стратегического для Украины, подвигает нас к тому, чтобы взять это в свои руки. Поэтому мы призываем еще раз всю общественность, экспертов, международное сообщество присоединиться к работе». Крымско-татарские активисты и правозащитники обещают в ближайшее время разработать проекты для внесения изменений в законодательство Украины, которые позволят обеспечить реализацию идеи создания на полуострове крымско-татарской национальной автономии. Сейчас, по их словам, завершается разработка первого масштабного документа – законопроекты о признании крымских татар коренным народом Крыма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова